Мы не очень лицеприятная публика. Мы как нация, я имею в виду, русская нация. Мы не любим друг друга, мы ненавидим друг друга. Мы ничего не хотим делать, но сидеть дома, возбухать, что чиновники все украли. Мы не способны ничего сами начинать делать. Актриса Яна Троянова, как типичный представитель либеральной тусовки, испытывает ненависть не только к России и ее режиму, но и ко всему русскому народу. Сочувствие обязательно, жалость нет. Почему? Не надо никого жалеть. А кого жалеть? Окупантов? Людей, которые пошли убивать? Известность актрисе принесла роль в сериале «Ольга». Но Яна не могла себе позволить сниматься в плохом материале и поэтому долго не соглашалась на эту роль. Я себе не могла бы позволить даже сниматься в плохом материале. Я даже на Ольгу тяжело решалась. Но согласиться пришлось, так как у Трояновой появился свой хитрый план. Нет, не заработать денег или приобрести славу, а открыть людям глаза на правду. Да, с помощью комедийного сериала на ТНТ. Вы все правильно поняли. Изначально Ольга это был мой проект, зайти на телек, да, чтобы со своей позиции гражданской, хоть какую-то темноту, пройти туда, к нашим разбудить, не знаю, там, на пропагантовском телеке. Великолепный план, Уолтер. Просто об***ь, если я правильно понял. Ну а когда Яну звали на шоу, чтобы припиарить сериал, ей становилось невыносимо плохо, ее просто выворачивало от похода на Камеди Клаб. Но при этом она осознанно рвалась на телевидение. Я уже совсем глубоко вошла в понимание того, что происходит в стране, и я понимала, что нужно заходить на телек срочно. Меня ломало до ужаса, меня выворачивало от всего там. Наверное, Трояновой просто не хотелось общаться с больными людьми. А это, кстати, хорошие люди, я хочу сказать. Они просто очень больные. Их лечить надо. Интересный факт. Яна Троянова уехала в Грузию, потому что высказалась против СВО и опасалась репрессий со стороны кровавого режима. Но в Грузии она не стала высказывать свою активную гражданскую позицию. Вместо этого актриса решила отойти от политики, вернуться в Россию и сняться в пятом сезоне Ольги. Я недолго думала, я сказала, ты знаешь, в принципе, сделать последнюю роль в России, сделать наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег, можно. Вот только непонятно, а зачем Яна вернулась в больную и нищую страну? Россия сегодня для меня это такая изнасилованная русская баба, мужик которой, никчемный пьяница, жмет руку этим бандитам еще за то, что насилует его же бабу. Вероятно, чтобы заработать денег на никчемных пьяницах и бандитах. Готовьте деньги, потому что я не буду уже сниматься за ту сумму. А ведь когда-то даже роды подруги не могли заставить Яну отойти от политики. Вот она в 2020 году вместе со своей подругой Екатериной вышла на Красную площадь с плакатов. Некоторые люди пытаются мне там привить чувство вины, что ты еще и с беременной пошла. Но эту беременную было не остановить. Ну, конечно, не остановить. Нужно же еще создать хайп, сделать сториз, связаться с журналистами. Ну, а если с тобой еще и беременная женщина, то сделать это гораздо проще. Я делаю какие-то быстрые там сториз, сообщаю, что мы в участке. Мне главное создать сейчас кипиш, обратить на себя внимание. Обращать на себя внимание Троянова готова любой ценой. Например, называть своих зрителей алкоголиками. Страна больна алкоголизмом. Делая такие громкие заявления, актриса, видимо, опирается на собственный опыт. Я могла за ночь выпить 12 бутылок. 12 бутылок вина? Вина. Высказывание про плохой Советский Союз у нее строится по тому же принципу. Россия это вообще союз, который не был вылечен. А может все-таки проблема в вас? Я себя люблю называть ребенком Советского Союза. Больным ребенком. Вот система настолько больна, мы настолько оттуда вышли изуродованы. Если вы любите называть себя больным и изуродованным ребенком Союза, то, пожалуйста, не сдерживайтесь. Но не надо навешивать ярлык на всю страну. В интервью Дудю актриса призналась, что во Франции ей живется очень тяжело, и она хочет вернуться домой. Нет. Я хочу домой. Но на протяжении двух часов вы поливали Россию грязью, чтобы казаться своей в оппозиционном лагере. Но зачем тогда вам возвращаться в страну, в которой все болеют и воняют? И все болеют, и все воняют, и все это в аду. Потому что за границей денег особо не заработать, а Ольга приносила актрисе стабильный доход. Я очень хорошо зарабатывала всегда на Ольге. Напоследок хотелось бы поделиться офигительными советами Яны Трояновой о том, как справиться с жестоким политическим режимом в России. Во-первых, нужно обязательно постучаться в дверь соседу и попытаться его переубедить. Ну а если сосед подумает, что у вас что-то не в порядке с головой, то можно что-нибудь кому-нибудь задонатить. Просветить соседа или что-то задонатить. Во-вторых, нужно не жалеть себя и идти на жертвы. Ведь вы одна семья. В случае Яны семья алкоголиков. Да, придется пострадать, да, будут жертвы, но иначе нам конец, без единства мы погибнем. Мы же с вами родные, близкие, мы же сестры и братья, мы же семьи. А если вам все это не поможет, то просто улыбайтесь. Улыбайтесь, и может быть это растопит в сердце хотя бы одного силовика. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Надеюсь, что эта дичь заставила вас улыбнуться. Большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте делиться своим мнением о Яне Трояновой и о ее высказываниях в комментариях. Поддерживайте выпуск лайком и подписывайтесь на нас везде. Пока.